Елена Дробышева уверена, что ее судьба была предрешена еще в детстве. Будущая звезда родилась в семье актеров. Родители Виталий Коняев и Нина Дробышева познакомились на съемках фильма Григория Чухрая «Чистое небо». Тогда пару считали одной из самых красивых в советском кино. Однако брак просуществовал только 9 лет. По словам Елены, родители находились в дружеских отношениях и после развода. Они много работали, пока единственная дочь проводила все свободное время с бабушками. Мамы мне всегда не хватало. Я была ею одержима, все время ждала ее, спрашивала про нее. Она мне казалась настоящим ангелом, у которой все получается. Я до сих пор помню, как однажды она неожиданно приехала на дачу. Поднимаю глаза, а рядом стоит мама. Это было такое невероятное счастье, рассказала Дробышева. Актриса всегда старалась привлечь внимание вечно занятой родительницы. Она прилежно училась, а однажды даже изъявила желание пойти по материнским стопам. Однако Нина Ивановна не была в восторге от профессионального выбора дочери. Не понравилось Дробышевой и то, что наследница рано вышла замуж. С первым супругом Дмитрием Липскеровым Елена познакомилась в училище имени Щукина. Начинающий писатель ухаживал за ней несколько месяцев и не сдался до тех пор, пока его муза не согласилась на свадьбу. Пусть Дима не обижается, но этот брат был ошибкой. Спустя 11 месяцев мы развелись, и я почувствовала такое облегчение. При этом мы до сих пор общаемся. Когда несколько лет назад мне понадобилась дорогая операция, я обратилась к Диме, и он без вопросов дал деньги. Я не стесняюсь в этом признаться, подчеркнула артистка. Настоящую любовь Елена встретила через пару лет после развода. Отношения с Александром Казновым развивались стремительно, и вскоре Дробышева повторно вышла замуж. Появление сына Филиппана всегда изменило ее жизнь. Она решила не повторять материнских ошибок, поэтому на три года ушла из профессии, чтобы посвятить себя ребенку. В начале 90-х положение в стране стало критическим. Актерской чете сложно было найти деньги на продукты и вещи для малыша, из-за чего происходили регулярные конфликты. Наш драк разрушили бытовые вопросы. Когда на тебя обрушивается столько всего, это сложно вынести. В таких случаях начинаешь обвинять самого близкого человека, оказавшегося рядом. Но мы расставались с Сашей так, чтобы это не навредило ребенку, призналась Елена. Ее сын Филипп всегда хорошо общался с отцом, поэтому внезапная смерть Александра Казнова больно ударила по юноше. По словам актрисы, наследник до сих пор не смирился с утратой, хотя с момента трагедии и прошло уже 10 лет. Самой Дробышевой тоже неоднократно приходилось сталкиваться с депрессией. Из-за нехватки материнской любви в детстве у Елены развивались комплексы, поэтому в какой-то момент она решила учиться на психолога. Я хотела помочь себе самой справиться с проблемами. Это образование многое мне дало, раскрыло такие секреты моей личности, о которых я и не знала. Если бы я не прошла обучение, то до сих пор жила бы в своей раковине, рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека». Благодаря познанию самой себя Дробышевой удалось простить маму за ее постоянное отсутствие. Сейчас родственницы находятся в хороших отношениях, а иногда им даже удается сыграть вместе на сцене театра. Главной же радостью Елены остается сын Филипп, который живет и работает во Франции. Артистка так и не смогла устроить личную жизнь. Поэтому всю любовь привыкла отдавать наследнику, ученикам и зрителям.